Друзья, всем привет! Начинаю свои влоги, они у меня почти ежедневные, ну почти. Вы просите, я снимаю наши обычные будни. Хочу показать вам Дёмку в шапке, в куртке, в шарфика, ну в колготках ещё. Мы тут во дворе у нас гуляем. Лето, вот представляете, летом. Летом ребёнок в куртке, в шапке и в шарфике. Муж привёз детей, и Дёмку привёз заболевшим. С соплями? Давай. С соплями? Ну давай, я тебе помогу. С соплями и с кашлем. Поэтому мы завтра идём к доктору, чтобы, ну педиатр послушал его, он кашляет. Да, вкусно? Нашёл печенье в кармане. Тебе нельзя такое печенье, Дёмка. У нас... Можно? У нас Дёмка на диете. Девчонки, хочу вам показать свои брови. Вот, я сегодня была... Сейчас пойдём, я поговорю с девочками и пойдём. Я сегодня была у Янины. Изначально когда-то, по-моему, года два назад, у меня... Я смотрю свои старые видео, если вы со мной давно, то вы тоже видели. У меня были брови как ниточки. Я сейчас смотрю, думаю, о боже, неужели у меня были такие брови. Янина сделала мне брови такие, какие они у меня есть. То есть из этих ниточек выросли мои волоски. То есть это не просто покраска, а именно волос. То есть это вот мои брови. Очень классно. Первые, конечно, три дня так ярко. Потом оно не так ярко, потому что ты умываешься и краска смывается. Хочу снять отдельное видео и рассказать о том, что перманентный макияж вреден. Когда-то я его делала, и когда я попала к Янине, и говорю, сделай мне форму, потому что я хочу с этой формой прийти к мастеру, чтобы мне мастер сделал перманентный макияж. Янина была против, но она мне не отговаривала. Ну, как бы и правильное дело, потому что, в принципе, каждый человек сам принимает решение. И только через время я поняла, какую я сделала ошибку, сделав перманентный макияж. Почему это ошибка? Да, малыш, лужа, только наступать туда нельзя, ни в коем случае. Почему это ошибка, я расскажу в отдельном видео, поэтому, если вы не подписаны, подписывайтесь. И хочу вам оставить контакты Янины, потому что все мои подружки, все мои девчонки, все к ней ездят, и все благодарны за их шикарные брови. То есть, Янина делает просто красоту. И я хочу, чтобы вы у меня тоже были красивые. Ну, кому это надо, кому нужны бровки красивые. Поэтому внизу оставлю ее контакты. Моя художница, смотрите на ее пальце. Она береточку надела, как художница. Вот. У нее подсолнухи туда. Как вам картина? Какие красивые подсолнухи. Вот этот вот прям как будто бы он живой. Прям настоящий-настоящий. Класс. Художница. Сегодня приехала мама. И я вышла в магазин, и не только в продуктовый. То есть, я сейчас в Аркадии, тут есть ильпо, и я заскочила в бифере. Я очень люблю этот магазин. И здесь нашла вот такое вот платье-рубашку, наверное. Такое платье-рубашку. И есть еще черного цвета, но мне это больше нравится. Стоит она 400 гривен. Буду брать. Очень приятная к телу. Можно носить даже в жару. Вот так. Они идут со скидкой. Они стоили почти 1000 гривен. И скидка очень хорошая. Поэтому, девчонки, если надо, заскакивайте в бифри и берите. На прогулку с малыми вообще на ура идет. Я под кроссовки. Она под кроссовки классно смотрится. Но под каблук тоже хорошо. Демка такая хрюха. Сегодня бабушка его кормила, он поел, и теперь весь такой хрюха-хрюха. Переодевать надо 150 раз на день. Смотрите, сколько роз. Демка давай! На, на, держи. Еще белые. Красивые такие. Кстати, девчонки, забыла сказать. Я же завтра уезжаю в Карпаты. Поэтому я сегодня наснимаю видео и выложу, наверное, в понедельник. А потом уже будет новый влог с Карпат. Я аж еду на ретрит. А мама с детками остается. Два кустика. Этот старенький кустика, этот новенький. Прижился. Все хорошо. Иду, иду. Вот роза еще желтая. Это Лева. Смотри, Дем, Лева идет. Лева, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, маленький. Хороший Левик. Лева, Лева. Идем, а тут пузырики пускает. На Леву. Лева. Лева, да. Хороший Лева. Хороший Лева. Играет. Играет Лева. Играет. Не играет с тобой? Он просто тебя побаивается. Я завалилась. В тапках таких позорных. Но они прикольные, то что когда поливаешь, они резиновые. Я их не выбрасываю из-за этого. Тихо. Не. Мам. Дема. Все мыльные пузыри на маму вылил. Дема. 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 Дема, это не смешно вообще никак. Все, мама идет купаться. Нет, мама не пойдет купаться. Мама сейчас улетит как мыльный пузырь. Вау, мама улетает. Вот так улетает, да? Все, ты остался без мыльных пузырей. Пойдем делать. Вы, кстати, как делаете мыльные пузыри? Это я просто... Дем, зачем ты в маму бросил? Вот. Что вот? Не надо выливать. Ну, Демид. Он сейчас растет и становится такой вредный. Просто слов нет. Все улетает. Все улетает. Я улетаю. Ножками пружин. Вот так. Вот так, да. И ручками ноши. Вот так. Умница. Умница. Каждое утро мы делаем зарядку. Ключ. Идем, а маме помогает. А теперь вот так, Демид. Вот так. Обнимай себя. Вот так. Обнимай себя. Вот умница. Вот умница. Это мы выгружаем психоэмоциональное состояние с организма своего. И очень хорошее упражнение, как физическое. Я с Кипра привезла все такое вот, ну, такие звоночки в виде лотоса. И тут у меня еще есть. Они разные по звуку. Сейчас я вам покажу. Видите, по-разному звуку. И я обычно вот сюда вставляю палочку с благовониями. Вот так вот начинается утро. Мама, мать. Да, смотрю. Мать. 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 Что это? Вот так вот Дема рисует. Он у меня художник. И весь он обрисованный, красавчик. Мам. Спасибо, мой хороший. Спасибо, мой маленький. Я, мам, я хочу. А это Доминика. Маме принесла. Вчера с рынка с бабушкой. А мама. Скажи, я хочу яблоко. Я хочу яблоко. Это моя мамуля. Она стесняется. Чистит молодую картошку. Я терпеть не могу чистить молодую картошку. Ладно, не снимаю. Я вам поснимаю цветочки. Ника принесла два букетика. Один для бабушки, другой для мамы. А, кстати, я вчера ездила на маникюр. И вот сделала новый. Это, ну, я уже, в принципе, делала, но вам не показывала. Вы мне спрашивали в инстаграм, что на ногтях. Это втирка. Вот так вот у меня малой кайкуется от мантры. Крутится, танцует. Я просто медитирую и делаю одно упражнение. И поэтому он, как бы, может сказать, повторяет со мной. Я, конечно, не кружусь. Но ему очень нравятся мантры. Пойдем мы с вами медитаться. Он крутится, крутится. Подходит, получается, берет игрушки. Ставит, может, какой-то такой гараж свой. Нет, это не гараж? Матерь. Это машинки, да? Нет, матерь. Смотреть? Да, матерь. Смотрю, да. И вон Антошка, да, тоже смотрит на машинки, да, Антошка смотрит? Тебе музыка нравится? Да. И я воню. Да, твои машинки. И мать эту. Девчонки, я собираю чемодан сейчас в Карпаты и еду завтра. И хотела вам показать, почему хотела вам показать. Я хочу с собой взять вот этот вот крем. И думаю, заодно вам покажу, что я купила. Именно купила. То есть это Эйвен. Обычно мне Эйвен присылают на обзор. Там что-то. И я пользуюсь тем, что присылают. Но есть продукты, которые мне очень нравятся в Эйвене. И я решила купить. Вот. Сейчас я вам покажу, что я купила. Что я действительно считаю достойным внимания. Тут Дема бегает. На старт внимания. Маш. Да. В общем, по лужайке. У него такое развлечение. Я пользуюсь в основном всегда дорогой косметикой для лица. С антиэйдж. То есть, когда уже кожа начинает стареть, можно так сказать. То есть, я покупаю крема 30+. Вот. Этот крем я... Не именно этот, но в этой линейке, в Эйвене, я уже пробовала крем под глаза. И мне очень понравился. Я решила вот взять еще один. Полное восстановление. Крем-бальзам. Также у меня подружка заказала, ну как, говорит, ты будешь себе заказывать, и мне закажи. Потому что я расхвалила. И действительно, очень-очень крутое средство. Это SPF для лица и для тела. Защита SPF 50 от Эйвен. Вот. Я... Мне присылали просто на обзор большую, такую 150-граммовую баночку. Мне хватило ее на долго. Я показывала в Instagram видео. И когда я у девочки заказывала, я не обретела внимания, что, получается, заказала 50 мг. Ну, ничего. Вот. Мне как раз на лето хватит. Вот одну я заказала, получается, себе, а вот эти вот две подружка заберет. Девочки, я это средство очень советую. Мне оно безумно понравилось. И я думаю, что вам тоже оно пригодится летом. Для лица, для тела. Вообще шикарная вещь. Так. Дальше. Мне нравится. Насколько вы знаете, если вы меня смотрите, то должны быть в курсе. Я, в основном, тоже покупаю уход за волосами, линейки Landon. То есть, ну, такая, не дешевая. Привет. Привет, малыш. Привет. Ко мне машинка приехала, да, с камушками? Да. Ух ты, класс. Подарки. Подарки ты мне привез. Камушки это подарки? Да. Спасибо, дорогой. Так, возвращаюсь. Мне очень нравятся бальзамы. Именно бальзамы. Шампуни, кстати, тоже неплохие, но шампуни у меня еще есть от Эйва. Бальзамы закончились. А ты пойди у бабушки попроси бублик. Вот. И еще один. Еще один. Би-би. Тоже ополаскатель. Он для всех. Спасибо, дорогой. Он для всех типов волос. Посмотрим. И последнее, что я хочу показать, это подарок. Я его не заказывала. Это просто девочка, у которой я заказывала, говорит, ну, это вам в подарок. Вот. Пахнет здорово. Я уже нюхала. Не знаю. В общем, вот такой вот, знаете, небольшой обзорчик из того, что я себе купила. Я сейчас нахожусь на концерте у своего хорошего знакомого. Когда-то мы вместе работали. Здравствуй, Сум. Сейчас я вам дам послушать, а потом он пусть там расскажет. Все, пошла. Пошла компромат. Да. Девчонки, это... Я даже не знаю, как сказать. Знаете, как человек был один, а потом он стал совершенно другим. Прям очень совершенно. Когда-то мы вместе работали. Молодела. Да. Мы брали интервью где-то на корабле. Мы были, да. Мы из Харькова приехали в Киеве. Туда работала в Харькове. Вот. И мы брали... И потом наши дороги разошлись. Я уволилась. И теперь я сижу рядом со звездой. Я сижу рядом со звездой. Да-да. Со звездой. Расскажи. Это знаешь, как бы так, мини-интервью вообще. Какая у тебя музыка, куда ты ездишь. Ты лучше снимай видео на концерте, а я спою и все буду там рассказывать. Так что смотрите следующее видео. Первый выпуск у нас стартовый, а дальше будут лучше. Это он меня просто подсаживает на себя, короче, чтобы я его постоянно снимала. Хитрый. Так что слушайте, сейчас я вам покажу, что вещает это чудо-человек. Доброе утро. Ника тут показывает мне свои покупки. Это качественные карандаши, которые растушевывают. И картины, вот. Пойдем, Оля. Сейчас пойдем. И Париж. Еще краски. В общем, у нас тут есть маленькая художница. А еще кое-что тоже сейчас покажу. А мне? Тебе? Краски? Хорошо, и тебе краски. Ура! Все. Девчонки, я уже в поезде еду в Иванов-Конкосск. Поэтому влог с вами заканчиваю. И следующий влог будет уже с Еремичей Скорпат. Так что всем пока-пока. И спасибо, что посмотрели это видео.